Всем привет, с вами Шуша Ника, автор блога usadvise.ru, все про США и сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задали в комментариях к видео, которое я опубликовала три или четыре недели назад. Там были вопросы, которые касались вообще каких-то жизней в Америке. На них я в этом видео не отвечу, потому что я подразумевала сделать видео с ответами как бы на личные более или менее вопросы. Но если ответ на те вопросы короткий, то я напишу просто в комментариях ответы, и вы сможете почитать. И я разделила эти ответы на вопросы на три категории. Итак, первый вопрос, почему ты выбрала журналистику в образовании? Выбрала, потому что меня привлекала эта индустрия и привлекает до сих пор, в принципе. Мне нравится журналистика и, в общем-то, то, чем я хотела заниматься. Работала ли ты по образованию в США? Конкретно по журналистскому я не работала, но здесь я получила мастер в медиа-старис, да, но это как бы более обширное, то есть там включалось все, все, что связано с медиа. И косвенно я работала по специальности, я работала в маркетинге, которая тоже была часть этого медиа-старис, то есть, ну, частично по специальности я работала. Если бы у тебя была возможность и желание переквалифицировалось бы ты в другого специалиста и на кого? Другими словами, хочешь ли ты продолжать свое образование или остановишься на достигнутом? Ну, я не знаю, если бы я как бы начинала все сначала, да, там, когда мне было 17-18 лет, то, скорее всего, я бы, наверное, пошла учиться на что-то более техническое, потому что я как бы вижу, что гуманитарные науки вообще никому не нужны, и вообще-то было зря потраченное время, как по мне. Отвечая на вопрос, хочу ли я продолжать свое образование или остановлюсь на достигнутом, пока, если мы говорим о формальном образовании, там, в университете и так далее, я не вижу, что я буду продолжать еще, но, естественно, как бы с профессиональной точки зрения, там, и с точки зрения работы и так далее, я буду учиться каким-то новым вещам. Если, дай бог, у нас наши планы получатся, что с нашим стартапом, то, естественно, мне надо будет учиться много чему, и manufacturing, и logistics, и всякое такое, но это уже как бы я буду учиться, делая, да, эти вещи, то есть не какое-то официальное образование, там, да, академическое. Как ты проводишь время в декрете? Ну, я не могу сказать, что я прямо в декрете, потому что декретов в Америке нет, но времени мало, ну, как вы видите, я даже видео не могу снимать часто, потому что каждый день мы куда-то ездим, каждый день надо что-то делать, куда-то поехать, отвезти и так далее, то есть времени совсем-совсем стало мало, и, в общем, этим я и занимаюсь, что каждый день куда-то езжу. Мы ходим в Little Jam два раза в неделю, мы ходим там на разные занятия, и это всё занимает много времени и сил. Есть ли послеродовая депрессия? Ну, у меня роды были 15 месяцев назад, так что уже как бы, если бы даже была депрессия, уже бы, наверное, она закончилась, но у меня её не было, так что мне, наверное, повезло, я не знаю. Расскажи, какие у вас семейные традиции? Как ты отдыхаешь с детками и мужем? Куда ездите? Как отмечаете праздники? Ну, вот на праздники мы как раз и стараемся куда-то ехать, если мы хотим, потому что можно скомбинировать выходные и отпуск, и как-то больше получается времени, поэтому, ну, праздники обычно мы как раз в поездках. С тех пор, как родился Дэвид, мы ездили два раза. Один раз мы ездили в Мексику на неделю, и второй раз мы ездили на две или три недели в Испанию. Что изменит, я уже чувствую, изменилось, да, это что, скорее всего, на круизе мы уже не будем ездить так, как раньше, потому что с ребёнком это намного дороже, потому что за ребёнка на круизе платишь столько же, как за отдельного человека, да. Даже если ребёнок там младше двух лет. Поэтому как бы я пока не вижу большого смысла. Может быть, когда он чуть-чуть подрастёт и будет понимать, хоть, по крайней мере, сможет насладиться там этими всеми для детей, что у них там есть на круизе. А сейчас как бы просто платить, и там даже его нельзя сдать в эту комнату, где дети играют, потому что там, по-моему, с трёх лет. То есть как бы большого смысла нет. А так легче, наверное, вот когда мы поехали в Мексику, было, в принципе, относительно легко, потому что... Ну, мы были в отеле в основном, и было легко с ребёнком. А когда мы поехали в Испанию, мы ездили, и было немного тяжеловато. Потому что, ну, с ребёнком ездить тяжелее. Ну, мы постоянно были в разъездах. Не постоянно, но ездили, в общем, чем когда были без ребёнка. Готовы ли вы развестись и выйти за подписчика после получения гражданства и вернётесь к мужу? Не готова, потому что не вижу смысла, честно говоря. И вообще я негативно отношусь к фиктивным бракам и желанию обмануть правительство США. Как продвигаются дела с вашим стартапом, с электробайком? Дела продвигаются, это, правда, не электробайк, а устройство, которое делает велосипед любой электрическим. Дела продвигаются, прототип как бы практически готов. Если муж позволит, я покажу как-нибудь видео, может, загружу того, что есть, но я не знаю, как он к этому отнесётся, поэтому посмотрим, обещать не буду. Читаешь ли ты книги в электронном варианте? Какие книги в прошлом году читала? Да, я читаю книги в электронном варианте, я долго сопротивлялась тому, чтобы читать книги в электронном варианте и читала бумажные книги, но в конечном итоге я сдалась. И в прошлом году я купила Kindle и начала уже читать книги в электронном варианте тоже. И, в общем-то, это довольно-таки удобно на самом деле, так что я хоть и люблю держать книгу в руках, но я осознаю, что Kindle это удобно. Я очень много книг читала, даже, наверное, все не смогу перечислить, но так, навскидку, я скажу, по крайней мере, те, что мне там понравились, да, запомнились. Я читала, в основном, большинство, это была не художественная литература, это была там про детей, про бизнес, то есть на такие темы. Из книг про детей, что мне запомнилось и что я рекомендую, это Super Baby и Brain Rules for Baby. Про бизнес, это Hardware Startup, это самая полезная книга, которую я прочитала. Она, кстати, новая, вышла только вот в октябре или в ноябре прошлого года. И один из авторов, это Бреди Форест, это организатор и владелец железячного инкубатора Highway One в Сан-Франциско. В общем, это очень полезная книга, прям hands-on, как, что и как делать в этом деле. По бизнесу еще Zero to One, из художественной литературы. Я вам рекомендовала, кстати, в одном из видео книгу Оксаны Лесли «Америкамать зовет», ее я читала. И из классики Булгакова перечитывала, Бунина, Сорокина очень люблю. Мне очень нравится Сорокин. Ну, так, все, наверное, не перечислю, что я читала. Ну, так, приблизительно, надеюсь, вы поняли. Любишь ли вино и отношения к алкоголю? Ну, я к алкоголю отношусь нейтрально, и я не люблю алкоголь. Я, ну, пью иногда там, но очень редко. И, ну, если уж выбирать, там, да, что пить из алкоголя, то самый мой любимый напиток алкогольный – это Бейлис. А так я в винах не разбираюсь, то есть, там, дорогое какое-то вино или нет. Я не различу, я не знаю. Ходишь ли в фитнес-клуб? Ну, да, мы записаны в фитнес-клуб. Именно фитнесом я очень редко занимаюсь. Сейчас с ребенком так вообще не занимаюсь. Но иногда мы играем в теннис. Раньше я намного чаще играла, я была в команде, играла там на турнирах и так далее. Но сейчас, опять же, времени нет на все это. Ну, ходим иногда в фитнес-клуб, играем там в теннис. Немного там занимаемся на тренажерах, но не скажу, что это прям так регулярно. У меня нет, к сожалению. Есть у тебя любимые каналы, которые ты смотришь или слушаешь? Если речь идет о ютуб-каналах, то нету конкретно тех, которые я реально смотрю и жду выпуска какого-то. Как ни странно, но я как бы не ютуб-персон. Я много на ютубе не сижу. Но я подписана на некоторые каналы. Вы, кстати, можете, по-моему, посмотреть. У меня даже открыта эта подписка, на кого я подписана. Если там брать из политических, то Телабачиня Торонто и Камикадзе Ди мне нравятся. Я смотрю других блогеров из Америки тоже. Больше случаем прорекламирую свою сестру Гайна Хачедурян, уроки французского. В общем-то, если вас интересует конкретно, на какие каналы я подписана, вы можете посмотреть у меня в профайле. Но, честно говоря, нету такого, что я прям жду выпуска какого-то, когда кто-то новое сделает видео, чтобы посмотреть. Если же вопрос был про телевизионные каналы, то я люблю HDTV, я люблю Tennis Channel. И люблю некоторые передачи на ABC, например, Shark Tank, America's Got Talent, когда они выпускают сезон. History Channel. Участвовала ли ты в теннисных турнирах? Участвовала, но не в профессиональных. Я участвовала в любительских здесь, в Америке. Здесь есть целые, целые, как бы, лиги, да, называются для любителей от 18 лет. И я участвовала и в одиночных, и в парных. И, точнее, это даже не так турниры, как... Это игры, да, играют разные клубы между другом, а потом кто-то продвигается, кто выигрывает там все эти... Как команды, это командные турниры, вот так вот, наверное, даже правильно сказать. Но я не играла в профессиональных, ни в ITF, ни, естественно, WTA Challenger нет. В профессиональном теннисе я не играю, потому что я начала заниматься теннисом, когда мне было 16 лет. То есть уже поздно было идти в профессионалы. Но в любительских, да. Поддерживаешь ли отношения с друзьями из детства? Ну, смотря с кем, но да, у меня есть несколько друзей сейчас, которые, как бы, друзья из детства. И в Украине есть, и в Америке. Одна моя подружка, с которой мы со второго класса дружили, она переехала в США, по-моему, когда мы перешли в восьмой класс. И сейчас мы, как бы, до сих пор общаемся. И у меня есть друзья в Киеве, с которыми я общалась там тоже с младшей школой. Так что да, с многими поддерживаю отношения. В каких странах побывали или хотите побывать? Ну, я была из стран СНГ, ну, Украина, естественно, я там родилась и жила. Армения, Грузия, Россия. Из Европы, Великобритания, Франция, Испания, Хорватия, Чехия. Монако, Андорра. Из Америки, США, ну, понятное дело, Багамы и Мексика. Доминиканская республика. А побывать хотела бы в азиатских каких-нибудь странах. Япония, Южная Корея. Вот это было бы интересно. Потому что, получается, в Европе я была, в Америке была. Азиатские страны и Южная Америка. Аргентина, может, Бразилия, Южная Корея, Япония. Было бы интересно. Как ты питаешься и следишь за фигурой? Честно говоря, особо как-то я не питаюсь. Если я хочу похудеть, то я убираю полностью мучное, белый хлеб и убираю сахар. Но как-то особо сильно... Я не разбираюсь во всех этих здоровое питание и всякое такое. Ну, то есть я покупаю здоровую еду, в смысле органик, да? Но именно там я не слежу. Сколько там содиума, еще чего-то, я в этом сильно не разбираюсь. В одном из последних видео ты рассказывала, что ездила в Европу. Расскажи, в каких странах ты побывала, что тебе запомнилось и какая страна тебе понравилась больше всего? Лучше ли там, чем США? Предпочла ли бы ты жизнь в какой-нибудь европейской стране, жизни в США? Ну, я перечислила страны, в которых я была вообще, да? Последний раз я ездила в Испанию. Ну, я там часто бывала и до этого. Что мне запомнилось? Вообще сложно сказать, потому что когда ты постоянно ездишь в Европе, а все эти страны, они немного похожи друг на друга, то, ну, как бы намыливает свой же глаз. Но, что как бы заметно, что в Европе более расслабленная жизнь, чем в Америке. То есть люди более расслабленные, многие там отдыхают, расслабляются. В Америке все напряжено, все работают, все стресс, там, и в Европе как бы нет. И даже, опять же говоря об Испании, я туда ездила практически каждый год. И даже когда там был кризис, и они там были на грани банкротства, дефолта, все были расслаблены, всем было нормально. Лучше ли там, чем в США, зависит, смотря что вы ищете. В каких-то моментах лучше, в каких-то нет. Я бы не предпочла жить, по крайней мере, в тех странах, в которых я была. Я не была в самых развитых экономических. Я не была в Германии, я не была в скандинавских странах. То есть я не могу сравнить. Хотя, учитывая, как бы, вопрос этих беженцев, которые там сейчас, непонятно, что с ними будет и как, и вопрос климата, вряд ли я бы хотела там жить. Я бы не предпочла жить в Европе из-за того, что там слишком большой социализм, что они выделяют очень много беженцам и бедным и всякое такое. И из-за этого никто не хочет работать. И это, в общем, имеет много минусов, которых нет в США. Да, в США плохая социалка, я об этом много говорила. Но, по крайней мере, из-за этого тут нету... Сюда не стремятся вот всякие нахлебники, которые хотят лишь бы куда-то просто приехать, ничего не делать и жить на пособия, на налоги людей. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что в США лучше. Плюс в США больше возможностей, в США больше зарплаты. В США ты больше можешь себе позволить, работая на такой же должности, чем в Европе. Но в Европе, опять же, ты более расслаблен, ты более уверен в завтрашнем дне, потому что в Америке тебя могут уволить, и ты ничего не сможешь сделать. То есть это зависит от того, что вы ищете. Если вы ищете такую тихую гавань, чтобы стабильно было, чтобы... Ну, нормальная, сытая жизнь, то тогда, наверное, Европа. Если вы ищете что-то, чтобы достичь там чего-то большего, там дальше постоянно двигаться вперёд, вверх, то Америка, наверное, лучше. Шушенник, у вас маленький ребёнок. Вы сейчас работаете или с ним дома? Если дома, то когда планируете в детский сад и на работу? И если уже ходите в детский сад, то расскажите немного о нём, чем занимаются дети, распорядок, еда, прогулки, болезни. Мы не ходим в детский сад. Я посчитала, что как бы это того не стоит, потому что если я буду работать, то я, грубо говоря, свою зарплату отдам на детский сад. Потому что детские сады, они дорогие здесь, плюс детям до трёх лет, вот эти, да, совсем маленьких, они ещё дороже. Поэтому и кроме этого, как бы я... Дэвид очень спокойный. Если его положить, он будет лежать, посадить, будет сидеть. И я подозреваю, что если он будет в детском саду, вот просто его положат, посадят, и он будет, ну, там, сидеть, играться, и никто на него не будет обращать внимания. И, в общем, я не считаю, что за это надо платить такие деньги. И поэтому думаю, что, в общем-то, намного лучше, если я с ним проведу время. Планируем его отдавать в детский сад, когда ему будет три, но посмотрим, как будут развиваться события. И я планирую начать работать из дома, но посмотрим опять, что с этим получится. Поэтому пока ничего не могу сказать. Хотите иметь большую семью или у вас будет только один ребёнок? Пока не знаю. Пока одного ребёнка достаточно. Что будет дальше, сказать сложно, но на ближайшие несколько лет точно будет один ребёнок. Итак, следующий раздел ответа на вопросы – это American Experience, да, опыт, американский опыт. Как вы переехали в США? Знаю, что вы переехали по гринкарте. Я не переехала по гринкарте, я поступила в университет, переехала как студентка, и потом вышла замуж, и уже по замужеству получила гринкарту. С чего вы начали своё обустройство? Как бы у меня такая нетипичная ситуация, потому что я приехала учиться, и как бы обустраивалась в процессе учёбы. То есть это не было такой прям иммиграцией сразу. Поэтому начало с образования, наверное, с общения с американцами. Сколько денег необходимо с собой иметь на первое время? Я вообще думала сделать видео на эту тему, потому что все делают видео на эту тему, и все зададут этот вопрос. Я лично считаю, что не меньше 20 тысяч долларов на одного человека. Ну, а если вы с семьёй, то на каждого другого члена семьи, наверное, плюс 5 тысяч. Это лично моя как бы сумма. Естественно, люди приезжают там со 100 долларами в кармане, грубо говоря, и обустраиваются. А кто-то может и 100 тысяч привезти, ему не хватит. Но я бы, если бы я ехала в Америку, меньше 20 тысяч с собой не везла бы. Ну, более подробно, наверное, сделаю отдельное видео. С какими главными проблемами вы столкнулись? Честно говоря, даже не помню, что у меня были какие-то проблемы серьёзные. Ну, наверное, проблема транспорта, потому что на момент, когда я приехала, я машину не водила, и была проблема добираться до поезда. Часто я ездила на такси, а такси-сервисы ужасные в провинциях, в пригородах. И вот это было, наверное, моё самой большой проблемой. Плюс учёба, первый семестр было очень тяжело, но потом как-то я втянулась. Приходилось ли вам работать там? Приходилось, я работала в университете, и потом я работала, но я работала из дома. То есть именно ходить на работу, я ходила, ну вот, когда училась в университете, плюс потом я делала стажировку, и работала потом уже, после того, как я окончила университет, долго искала работу, я об этом, наверное, позже расскажу, потому что там были вопросы на эту тему. Но потом я, в общем, нашла работу, работала из дома. Как ты искала работу в США после получения американского диплома? Были ли какие-то разочарования или удивления? Какие советы можешь дать? Как лучше искать работу, особенно если уже за 40? Я искала работу в США, я не могла ее найти больше года. Так что это, да, это было мое разочарование и удивление. И совет, который я могу дать, делать из стажировки. Вот это то, что я не знала, и то, что я не сделала, потому что в моем университете за стажировку тоже надо было платить. То есть стажировка, она считалась как предмет. И ты, когда берешь в университете предмет, ты платишь за него. Если ты берешь стажировку, ты должен за него платить. В моем университете так было, может, в другом университете не так. И поэтому я подумала, ну зачем я еще буду платить за стажировку, потом я закончу университет и там будет видно. Но оказалось, что это очень важно, стажировки очень важны в Америке. Поэтому вот этот мой совет, делайте стажировки, тогда будет легче найти работу. И я больше года искала работу, и как раз это был 2010 год, это был разгар кризиса. По моей специальности очень огромная конкуренция даже сейчас, когда уже кризиса нет. И за год я практически каждый день отправляла резюме в 5-6 компаний. У меня было только 3 или 4 интервью. То есть это вообще, я была в шоке, естественно, это разочарование и удивление. Но в конечном итоге я нашла работу из дома. Изначально я была преподавателем английского по скайпу в компании, которая работала с Россией, кстати, в основном. С российскими бизнесами, с крупными компаниями российскими, которые платили за тренинг сотрудников английскому языку. И я была одним из преподавателей, которые преподавали английский. Потом в этой компании я как бы перешла в маркетинг, была маркетинг менеджер, тоже работая из дома. И так как бы с этой компанией я распрощалась, вот когда родился Дэвид. То есть я ушла тогда, и с тех пор я не работала. Но сейчас, как я говорила, я планирую начать работать, но посмотрим, как это получится. Кто в вашей семье лучше адаптировался к новым условиям, вы или ваш муж? Что он вообще говорит про адаптацию в Штатах? Однозначно я лучше адаптировалась, потому что у меня адаптация вообще прошла практически безболезненно. Я не помню каких-то таких сильных потрясений, стрессов и так далее. Тогда как у него он очень долго адаптировался. Года два он думал вернуться или остаться. Хотя он практически сразу нашел работу по специальности. Месяца два-три у него заняли поиски. Но ему было тяжело. У него был плохой английский относительно. Это тоже, наверное, проблема, потому что у меня этой проблемы не было. Ему было намного тяжелее. Что он сейчас говорит? Естественно, сейчас уже ему нормально. И для него Штаты как бы лучший вариант, как страна для жизни. Но да, раньше было тяжело. Можешь рассказать о своих первых днях в США, насколько было тяжело? Опять же, мне не было тяжело. Но это потому, что я приезжала учиться. У меня с первого дня было что делать. У меня были вещи, которые надо было сделать. Люди, с которыми надо встретиться и так далее. Поэтому, наверное, тяжело особо не было. И первые дни, ну, я приехала в Нью-Йорк тогда. Мы жили в Нью-Йорке. Съездила в университет. Мне надо было там зачекиниться, да, что я приехала уже. Там через пару недель уже там собирали всех иностранных студентов. Началась учеба. Начались классы. Надо было делать очень много домашних заданий. Была большая нагрузка. То есть я постоянно была занята. И поэтому, видимо, тяжело мне не было. У меня было с кем общаться. То есть, ну, в университете, естественно. Было что делать. Было много чего интересного. Поэтому мне в этом смысле повезло. И переходим к третьей части. Opinions, мнение. Как относится к ситуации с европейским миграционным кризисом в США? И каково ваше личное отношение к этому? Вы знаете, я даже не знаю, как относятся, потому что по телевизору ничего не показывают, кроме президентских выборов, которые грядут в конце года. Ничего не говорят на эту тему. Ну, то есть говорят, иногда говорят, что вот такое-то там количество беженцев эмигрировало или там просит убежище там-то и там-то. Но каких-то таких именно мнений никто особо не высказывает. Я не знаю. Какое мое личное мнение? Я считаю, что это ужасно. И я считаю, что это кем-то организовано, потому что не может такая прям организованная группа собраться и многотысячная. И по направлению идти именно в Германию просто так. Потому что так вот получилось. В этом есть огромная ошибка Европы, которая предоставляет хорошее пособие всем беженцам и всякое такое. И с этой точки зрения я рада и счастлива, что я живу в США, в стране, в которой такого нет. И в которую никто не стремится, ну, кто-то стремится, конечно, из этих беженцев, но не такими толпами. Потому что здесь беженцы получают копейки и то. Там в Германии им платят несколько лет эти все пособия, здесь, по-моему, несколько месяцев платят и то. Там эти какие-то копейки, там, я не знаю, 500 долларов в месяц, что-то такое, иди выживи на эти деньги. То есть с этой точки зрения в Америке намного лучше. И с этой точки зрения я счастлива, что я не живу в Европе и что мне не приходится с этим всем иметь дело. Потому что экономика по-любому пострадает. Если они будут кормить всех этих беженцев, которые туда идут, и почему-то все идут в Германию, называется, угадайте почему. То, не говоря уже там о всех этих культурных и религиозных каких-то столкновениях, да, даже если это упустить, то чисто даже экономически это огромный удар будет. Будете ли вы голосовать на выборах президента, и кто вам больше всех симпатичен из имеющихся кандидатов? Круз vs. Трамп и Сандерс vs. Клинтон, соответственно. Да, я буду голосовать на выборах, уже я гражданка США, так что я, это моя обязанность. Из всех этих кандидатов, из перечисленных, мне симпатичен Круз. Мне не нравится Трамп абсолютно, мне не нравится его политика по отношению к тому, что творится в Восточной Европе. Мне не нравится, что он предлагает как бы просто тупо закрыть на все глаза, и пусть те страны все делают, что хотят. Пусть Южная Корея разбирается с Северной, пусть Германия разбирается с проблемами Восточной Европы. Никто ни с кем не разберется, если Америка не будет в этом участвовать, скажем так. Я реалистично смотрю на вещи. Естественно, было бы прекрасно, если бы эти страны могли разобраться сами. Европа никогда не разберется сама, Южная Корея тоже с Северной Кореей не сможет разобраться. Там и Китай играет большое значение в этом всем. Поэтому я против Трампа. Поэтому демократы уже полностью достали, скажем так. И проблемы, которые творятся в Америке сейчас, это частично их вина. И вот это социализм, который всему из предел. Как бы, знаете, когда вводили этот Обама Кейер, и теперь мы средний класс, не богатые, не миллионеры, а средний класс расплачиваемся за то, что они там сделали медицину как бы для бедных, хотя и бедные ничего не могут себе позволить. В общем, полная катавасия. И демократы сейчас, это как социалисты. Ихние все программы, это давайте накормим бедных за счет среднего класса, грубо говоря. И я не могу за это голосовать, потому что уже все на грани. Мы платим немаленькие налоги, мы должны платить за медицину огромные деньги, откуда-то достать. Мы не можем подавать ни на какие пособия более дешевые в медицину, субсидированные сюда, потому что мы типа богатые, у нас там доход не, я не знаю, 30 тысяч в год и так далее. Это просто уже терпение, торпеть урвався, да, как по-украински говорят, терпение лопнуло. И я за республиканцев в этом, по крайней мере, сейчас, и не за Трампа, поэтому за Круза. Вообще из республиканских кандидатов мне нравятся Круз и Марко Рубио. Если кто-то из них будет номинантом, я буду очень рада. Была ли принята иммиграционная реформа? Если нет, то что с ней случилось? Она не была принята, и она все еще там на рассмотрении, и я так понимаю, сейчас не до нее. И в зависимости от того, кто выиграет президентские выборы, будет видно, что будет происходить. Потому что у каждого на иммиграционные темы свои какие-то мысли. Поэтому сейчас пока забываем о том, что там есть, и посмотрим, что будет дальше. Кто выиграет выборы и что он будет делать. Чему богато людей, особенно в постсорадянских краин, наводить Америку? Кого наибильщина наводят сами американцы? Переведу. Почему много людей, особенно в постсоветских стран, ненавидят Америку? И кого ненавидят сами американцы? Я не знаю, кого ненавидят сами американцы, потому что об этом никто вслух не говорит. Кого они считают угрозой? Может, если спросить. Часть может, скажет Китай. Часть может, скажет Россия. Часть может, естественно, все сейчас скажут ИГИЛ. Ну, я не знаю, можно ли это сказать, что они ненавидят. Не знаю. Почему много людей из постсоветских стран? Ну, наверное, надо у этих людей спросить. Но мне кажется, с одной стороны, это внушение постоянное, что Америка это враг. Хотя люди советской закалки, которые реально воспитывались советским, да, агитпромом, они ненавидят Америку. Потому что там не было ненависти к Америке. Была пропаганда того, что там капиталисты, да, там плохая жизнь, например. Там бедные люди страдают и всякое такое. Но там не было ненависти, никто не воспитывал ненависть к Америке. И вот ненависть, которая сейчас в некоторых постсоветских странах, это уже новый как бы виток всего информационного пространства. Поэтому, почему они ненавидят? Ну, наверное, потому что им рассказывают что-то такое, что вызывает у них ненависть, что, может быть, им рассказывают, что из-за Америки они плохо живут. Ну, это легче всего, правильно, обвинить кого-то другого в своих проблемах или ещё что-то в этом роде. Но я не думаю, что виной этому Советский Союз. Нет, виной этому современные страны, в которых эти люди живут, и эти страны, что этим людям рассказывают про Америку. Интересно было бы узнать твой прогноз взаимоотношений США и Китая. США и Китай будут сотрудничать. Как именно и кому от этого будет более выгодно, менее выгодно, я сказать мне сложно. США и Китай уже сотрудничают. Китайцы вообще, они делают всегда то, что им выгодно. И они пытаются выбить самые выгодные условия на всё. Поэтому я не вижу никаких проблем, что у каких у США с Китаем могут быть трудности. Есть какие-то, я знаю, экономические, там американцы не хотят платить какой-то там налог, а китайцы не хотят Америке платить. Какие-то есть экономические столкновения, скажем так, интересов. Я не знаю, к чему, кто потом окажется прав, кто виноват, к чему они там придут. Но я вижу взаимоотношения США и Китая как сотрудничество, особенно экономическое. Потому что американское производство, ну не всё, но многое в Китае. И в общем-то своим подъёмом экономики Китай во многом обязан США, которые перевели туда свои производства. Поэтому я ничего как бы негативного в сотрудничестве с США и Китаем не вижу. Я вижу только развитие. И возвращаясь, может, даже к предыдущему вопросу, у китайцев нету к Америке ненависти. И китайцы спокойно приезжают в Америку, работают здесь и живут здесь. Я не знаю, и в самом Китае я никогда не слышала, чтобы они ненавидели Америку. И последний вопрос. Шушеник, скажите, будь ласка, як вы свитлюйся в американских СМИ, вина в Украине? Перевожу. Скажите, пожалуйста, как отображают в американских СМИ войну в Украине? Никак не отображают, вообще об этом не говорят, абсолютно. И вообще практически ни о чём не говорят, кроме президентских выборов и кандидатов. И всего в этом роде. То есть, я думаю, что даже большинство американцев, они даже не в курсе, что в Украине война. Потому что об этом вообще не говорят. На этом, думаю, закончу. Надеюсь, видео не очень долгое получилось. И я на все вопросы ответила, вроде бы. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. С вами была Шушеник, автор блога usadvise.ru. Всё про США. Всем спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова